Есть несколько вопросов у нас, которые касаются прощения, обид, которые касаются восстановления отношений. Очень сложные отношения со взрослыми дочерьми. Понимаю, что сама виновата в этом. Каюсь, молюсь о них, но ситуация всё хуже и хуже. У них возрастает просто ненависть ко мне. Грубые, злые. Скоро прощённое воскресенье. А я не могу попросить у них прощения. А с обидой как войти в пост? Подскажите, батюшка, как с этим побороться? А зачем с обидой? Надо простить и забыть. Оставить их в покое. Тут всё, проблема-то не в этом. То, что мать хочет, чтобы всё было ими забыто. А это невозможно. Чтобы они простили, не поминали, не держали обиду, зло. Да. Да если мама говорит, что она сама во всём виновата. Ну, признай свою вину и умолкни. И, так сказать, исчезни с поля зрения. Если какая-то из них сделает какой-то шаг, надо выбежать навстречу. Порой человек и не навязывает себя другому. Но тот ведёт себя агрессивно, вызывающе и очень обидно. Ну, обидно – это мы не рассматриваем. Это как бы несерьёзно. То, что христианин не может пребывать в обиде. Он тут же, так сказать, своё христианство перечёркивает. Христиан не может. А немощной, грешный, только начинающий человек... Ну, конечно, он будет страдать. Ну, вот я даю, так сказать, алгоритм. Оставь человека в покое. Со своим примирением. Со своим желанием наладить отношения. Ему ещё пока очень больно. Пройдёт лет 20. И в нём пойдёт процесс. При условии, если мама будет молиться. А молиться надо так. Молитва делится на три части. Первая часть – это покаяние. Господи, прости меня за мои грехи перед моими дочерьми. Вторая часть. Господи, не вмени греха плохого ко мне отношения моих деточек, потому что я первоисточник этого ко мне плохого отношения. И третья, когда уже первые два прошли прошения, третья – господи, если тебе это угодно, сделай так, чтобы мы примирились. Хочу это всем сердцем. И всё. И так может быть 20 лет, как мы сказали. Да, может 20, может 21. А может и быстрее. Но им надо дать отдохнуть от мамочки. Так, желание поскорее всё наладить? Ну, нет, желания нет. Желание творить свою волю. А девочки-то выросли. А потом мамочки не рассказывают, чем она виновата. Себя человек уже давно простил. Ну и хорошо. Вот так. Надо ещё и их. Потому что любить ближнего надо, как самого себя. Себя простил, им прости. Свои ошибки мы не очень-то вспоминать любим. Нет, ну что значит «люблю», «не люблю»? Человек спросил, как? Я рассказал, как. Хочешь – проверь. И вот следующий вопрос. Уже много лет назад меня оскорбил и унизил один человек. И до сих пор не могу забыть этого проступка, хотя и молюсь, и пытаюсь это забыть. А всё равно в памяти сидит. Ну, пусть сидит. Также каждый день молиться о том, чтобы Господь изъял это из памяти. И потом, надо же помнить слова Христова. Я чуть не на каждой передаче говорю об этом. Господь сказал, молитесь за обижающих вас. Как надо молиться? Молиться надо так. Господи, прости ему все согрешения. Помоги ему в воспитании собственных детей. Пошли ему здравия, благополучия. Пошли ему мирный дух. Пошли ему самые хорошие условия на работе и любовь сослуживцев. Вот так надо молиться. Мир семьи и послушных деток. Ну, так можно продолжать. Есть вопрос. Алло, добрый вечер. Добрый вечер, отец Дмитрий. Добрый вечер, отец Александр. Раб Божий Аркадий. Вот только что вы озвучили суждение на тему того, что нужно дать людям отдохнуть от своей гиперопети, гиперответственности, гиперзаботы. Дело в том, что в доме нет отношений, так правильно не назвать, не отношения с женой и сыном. И, конечно же, в этом я должен винить себя за свою. Гипер, гипер все. Но, тем не менее, как правильно? Завтра прощенное воскресенье. И при том, что я осознаю, что я не сумел. Поэтому я не хочу разбирать, что они сумели, не сумели. Но отвечаю за себя. Я не сумел. Должен ли я просить прощения за все зло, которое вольно или невольно причинил? Или, как вы сказали, нужно дать им отдохнуть от себя? Вот так правильно благодаря тебе. Конечно. Дать отдохнуть. Причем тут прощенное воскресенье? Вас это не касается. Совершенно. Потому что, если вы со своим прощением пристанете, скажете, ну, вы же достали. Не надо трогать больную рану. Но завтра многие начнут и даже по телефону звонить своим родственникам или с тех, кто... Ну, вызовут шквалы на свою голову. Всяких обид там и все что. Все надо делать с пожданием и с умом. А людям обычно, на других, глубочайшим образом наплевать. Им главное исполнить то, что положено. А это совсем не положено. Современный человек, он этого не может понять, что же Господь от нас требует. Как-то одна женщина говорит, я уже раз, наверное, 500 попросила прощения, а меня все не прощают. Конечно. Надо 900. Вы сейчас посоветуйте. Нет, а толку-то нет. Человек вот не понимает. Самое главное оставить человека в покое. Вот завтрашнего вечера мы начнем читать. Вот так этот парень сейчас звонил. Ну, хочешь прощения попросить? Ну, возьми конверт. Заклей туда в конверт 100 тысяч. И напиши, дорогой супруге от глупого супруга. И все. Она вскроет сотняшечка. Чего хочет, то и купит. А хочет и на нетребку в театр сходит за 100 тысяч. Утешится. Вот и все. То есть не надо со своими подарками, потому что их надо выбрасывать в мусорные яси. А денежки, ну, никто не выбросит. Вот уже первый шажок сделал. А если сделать 500 раз по сотненке, это уже полмиллионечка. Человек обязательно заметит такое отношение. И уж, наверное, как-то смягчится. Ну, обязательно. Обязательно. Если женщина, ну, многие, на цветы даже реагируют. А тут даже вот ничем не отягчать. Что надо обрезать концы, надо ставить в вазу. Ну, ничем не морочит голову подарок в чистом виде. Тот, который нужен. Ну, всегда. Ну, не бывает. Ну, вот, например, я бы никогда под 100 тысяч не отказался. Батюшка, завтра мы будем, начнем вечером читать молитву Ефрема Сирина, которая заканчивается словами «Господи, дай мне видеть мои преды». А в среду не читали, что ли? Ну, это мы подготовительные были у нас такие. Ну, от всех-то тоже. «И не осуждайте брата моего». И вот спрашивают, а как не осуждать, когда видишь все равно их недостатки? Ну, хорошо. Не понимаешь? Горет тебе в аду. Возьми все книги святых отцов. Найди все об осуждении. Все прочти. И устрашись. Люди устрашаются многим, но почему-то не тем, что их ждет за группу. Ну, так извини, брат, тебе все сказали. Как-то вот отношение к тому, что будет, оно очень мягкое. Что, конечно, Бог укорит и поругает, и правильно. Виноват, грешен. Но так, чтобы в ад... Потому что кто-то осуждает, он живет в аду. Пожалуйста, объясняю. Что такое ад? Это место, в котором находятся все грешники. А что такое человек, который находится среди людей, которых он осуждает? Это значит, он находится среди грешников. Тебе это место только что сказал в аду. Ты уже в аду. Уже в аду. И это самое твое любимое состояние. Потому что, если бы тебя это устрашала ситуация, ты бы не смог бы никого осудить. Никак не смог. Как пить кровь больного СПИДа. Ну, никак бы ты не смог. Вот и все. Это же очень просто. А раз ты пребываешь среди людей, которые на твой вкус, а не грешники, ты их осуждаешь. А ты среди них, ты в аду. А когда ты никого не осуждаешь, ты в раю. Вокруг тебя праведники. Единственный грешник – это ты среди них. И блаженствуешь от того, что тебя взяли в эту компанию праведников. Вот и все. Дьявол постоянно возбуждает в нас мысли, воспоминания против людей. Да пусть возбуждает. Это у него работа такая. Ну, работа такая, как у комара пить кровь бедных млекопитающих, к которым мы относимся по своему естественному зверскому существу. И не могут люди противостоять этим? Не могут, не надо. Пускай пребывают в аду. Рай – это для тех, кто хочет быть в раю. Для всех остальных, кто там рассуждает, а как же, я не могу, для них существует ад. В рай кого не спроси, конечно. Конечно. Ну, так вот я объясняю, что такое рай? Рай – это когда ты единственный грешник, блаженствуешь от того, что тебя приняли в компанию праведников. Ты не видишь ни одного грешника. Не осуждаешь. Тебе все милы. Пачка, путь к этому состоянию какой? Ведь наверняка люди хотели бы в это состояние прийти. Ну, сначала терпение. Своих порывов нечестивых. Потом сочувствие к ближнему. А потом любовь. Любовь, как вот, если человек согрешает, ну, тебе же лучше всего его как-то пожалеть, потому что он согрешает, но и ты согрешаешь. Это брат твой. Тем более, что он согрешает порой гораздо меньшим, чем ты сам. Ну, само собой, закон духовной жизни, человек видит в другом только то, что есть в нём самом. Когда он судит другого, он, значит, судит самого себя. И каким судом он его судит, там, раздражительный, гневный, таким будут судить и его. Конечно, никто его судить не будет. Почему? Но он в аду, он уже осуждён. Кому он нужен? То есть его гнев, раздражение, осуждение, это уже... Это всё он осуждает сам себя. То есть он себе выносит приговор? Абсолютно. Очень точный. Очень внимательно. Всё по пунктам, по статьям. Пункт такой-то. Пять прим. И тут же говорят, ну, это же несправедливо, то, что он делает. Спокойно. Исаак Сирин говорил, не называй Бога справедливым. Если Бог был бы справедлив, ты давно бы уже был в аду. А Бог милостив, поэтому ты ещё живёшь, кушаешь блинки с икорочкой, радуешься жизни, у тебя есть всякие утешения, там, можешь отвлечься, можешь поспать. Поэтому это ещё не окончательный ад. В духовном плане абсолютный ад, но есть возможность передышки. А когда тоже душа отлетела от тела, видишь, как стих даже получил, душа отлетела от тела, то уже всё в натуральнейшей аду. Почему же люди тогда не ощущают, что они в аду, живя здесь, в гневе? А потому что они духовно слепы. То есть для них ад не является ужасом? Нет, это родная стихия. Какой ужас? Разве для рыбы озеро – это ужас? Это для птицы озеро – ужас. А почему Господь не даёт человеку ощутить весь ужас того состояния, в котором он пребывает? Да посмотри в зеркало, ты этот ужас увидишь. В твоих глазах, в расскажённом лице звук речи меняется. Если сильное возбуждение гнева, то и губки дрожат, и белеют, и глаза, как у бешеной селёдки, становятся. Ну, говорит, меня довели. Ну, конечно. Тебя довели до ада. Довели, а дальше последний шаг, ты сам и делаешь. То есть вот это состояние – это и есть реакция нашей грешной души на то, что происходит вокруг нас. Кто-то говорит, кто-то что-то делает. Но это реакция не христианская. То есть здесь нужно человеку… Протрезветь, избавиться от иллюзий. Понять, что это я реагирую. Не понимать о себе слишком высоко. Отрезво увидит, естественно, состояние тела. Ну, привычка же. Я же не виноват. А, в человеке всё просто не виноват. Ну, и ладно. Это же с детского сада. Да, раньше ещё. Когда ругают, сразу я не виноват. Я не виноват. Это он. Ну, кто-то. Да, и вот всю жизнь так. Господь говорит. «Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется, и то, что он думает иметь». А что имеется здесь в виду? Что имеет, что отнимется? И что будет дано? Тому, кто имеет, это имеется в виду рай. Для того, чтобы было понятнее. Рая давно нет, а есть Царствие Божие. Вот оно во всём полноте, во всей полноте Божественной жизни преподается человеку. Если он имеет христианские заповеди, любовь к Богу, к ближнему, он просто это получает в избытке. Потому что здесь в земной жизни у человека, даже святого, бывают прегрешения. А там Господь его от этого освобождает. Потому что всякие прегрешения будут по пустякам. А там, за гробом, пустяков нет. Всё очень серьёзно. А человек, который думает, что он такой православный, он думает, что он хорошо попастился, он думает, что вот он хорошо помолился, он всё очень много думает, что он имеет то-то, то-то. У него это всё отнимается. Потому что цена этому пятнадцать копеек время хрущёвской реформы. То есть чем человек больше думает о своём имении? Да, что вот я, я вот это, я вот это. Некоторые на исповедь приходят, начинают расписывать, какие они вообще замечательные. И, конечно, если меня уже, я уж за сорок лет наслушался, и то тошнит. А Господь Бог это слушает, не знамо сколько, тысяч лет, ещё до христианства. Вот это всё, как ему было тяжело, вот это фарисейские вот эти молитвы. встанет, ногу отставит, глаза заведёт к небу и всем рассказывает, какой он хороший, и потом одаривает медиками там совершенно голодных, нищих. И идёт довольный, рожа такая сияющая, он всё сделал правильно, вообще он правильный. Ну, и же отвратительный. Но была убеждённость, что вот так должно жить. Ну, вот убеждённость, и с этой убеждённостью, после того, как сердце остановится, придётся расставаться. Там всё иначе. Когда вот эти копытные, хвостатые рогаты, они потащат туда, в гиену огненную. Батюшка, и вот тогда такой вопрос люди задают. Почему Бог не останавливает человека в том зле, в котором человек пребывает? Сколько угодно. Каждая болезнь, каждый грипп, это есть остановка. полежи, подумай. Он вместо того, чтобы подумать, а он начинает раздражаться и поносить и врачей, и всех тех, кто его вызвал, ну и так далее. То есть проявляет ещё большую злобу ко всему и ко всем. А то Господь время от времени каждый останавливает. А некоторых даже ноги может лишить. Полежи, подумай. Господь о каждом заботится. Людям хотелось бы, чтобы Господь так сделал, чтобы греху не было, было место в человеческой жизни. Ну вот как-то ограничил нашу свободу. Надо удалить грех вместе с человеком. Но однажды Господь попробовал это с помощью потопа. Ну да. Ну, это неэффективно оказалось. Что в каждом человеке, оказывается, он уже свил себе. Ну не то, что свил. Грех — это не что-то отдельное от человека. Становится отдельным человеком только при покаянии. Покаяние, оно отделяет грех от человека и приходит благодать Божию и попаляет этот грех как солому. А так, грех — это родная стихия. Ведь сладко осуждать. Во-первых, тешится гордость. что я лучше. Конечно. Сейчас, вот как у нас деток наших маленьких учат, взрослые тети и дяди. Ты лучший! Ты лучший! Понимаешь, прыгнуть на полсантиметра выше другого и ты лучший? А что в этом хорошего-то? Но считается, что таким образом они... Но считается неправильно. Для Бога же важно не сколько человек поднял или вот в книге рекордов Гиннесса там вообще сколько съел. Допустим, детали от велосипеда и за какое количество времени. Ты лучший! Ты съел велосипед за 16 минут. Молодец, поздравляю. Теперь лечись оставшуюся жизнь. Батюшка, будет ли считаться сквернословием уничижительная тирада без мата? Ведь человека можно унизить, используя исключительно литературную речь. А что значит считаться? Кем считаться? Богом. это у него надо спросить? Таким образом человек пытается для себя найти некую нишу. Чтобы сквернословить, а ему все было нормально. Видишь, ну что это, как не лукавство? Что, бога хотят обмануть? Ну, это же наивно. Ну, для себя найти. Да ну и сильно здорово. Видно, без него совсем скучно жить. Ну, даже вот, понимаешь, человек нашел себе забаву. И ею услаждается. То есть, он услаждается злом. Ну, кто он после? То есть, натуральный. Только бесы радуются злу. там с матом, без мата, колбаса без жира, докторская. Господи помилуй. Обязательный ли трехдневный пост перед причащением святых христовых тайн? Кому как. Это спрашивают у священника. своего приходского. И он скажет, тебе обязательно? Или скажет, ты что, бабушка, с ума сошла? Приходит бабушка 106 лет, как у нас Валтуфь его было. И спрашивают, батюшка, обязательно мне три дня поститься? Я скажу, Елена, ты что, с ума сошла? Для нее вообще каждый день он и так пост. И подвиг столбничества. Откуда взялась цифра именно 14 тысяч избиенных младенцев? Упомянула ее в разговоре с католиком, на что он мне сказал, что не могло быть в Вифлееме и окрестностях столько детей, так как 2000 лет назад это были практически деревушек. там стояло рамка. Как люди через нее проходили и счет вели. И римляне потом посмотрели, какая цифра, только цифры римские были, ты не думай, и там вышло 14 тысяч. Подсчитали? Нет, рамка считала. И счет четко? Потому что приходили не только жители Вифлеема, окрестностей, а все, кто родился там. Все вот, кто из этого колодка. Вот у Питера Брейгеля есть несколько реплик такой картины, перепись Вифлеем. Там тьма народу нарисована. Родом оттуда все? Да. прописка. Какая прописка? Все вот это игра лора. Поэтому этот католик ничего не понимает. Хоть и католик. Да, ему хочется посчитать жителей деревни. А там понаехали разные. Отец Дмитрий, часто вы по делу критикуете нынешних мужчин, в том числе и православных, за их отсутствие решимости, постоянства, мужества, ответственности. Но нигде как-то я не встретил ответов, как это преодолеть и изменить. Очень прошу вас, дайте какой-нибудь систематический совет, как это все сделать, какими делами заниматься, какую литературу почитать, какие особенно страсти, грехи нужно обратить внимание, какие добродетели взращивать, как превратиться из маменькиного сынка в мужчину? Ну, как? Во-первых, надо читать святых отцов. Всех прочитать. Ну, я имею в виду тех, которые переведены на русский язык. Есть малая толика произведений, которые не переведены. Все, что есть, на русском языке надо все прочесть. А хватит ли жизни, батюшка, для этого? Хватит. Человек за жизнь может прочесть две тысячи книг. А тут несколько десятков. Это первое, что теоретическая была подготовка. Ну, второе, развивающую волю тренинги. Бокс, лыжи, потом уборка помещений, готовка пищи, воспитание младенцев. То есть понуждать себя к тому, что тебе, может быть, не свойственно, не хочется. Ну, как не свойственно, допустим, мужчине воспитывать своих детей. Ну, тогда это уже не мужчина. Ну, если о нем всю жизнь заботиться и все за него делать. Ну, Ну, речь идет о том, кто хочет это исправить. Так выращивают маминник сынков, которые потом с мамой ссорятся и прочее, прочее, прочее. Которые говорят отстань. То, что мамы рассказывают про отношения со своими взрослыми детьми, это, конечно, порой тут участие самой мамы. Воспитание прямо противоположно искомому. Но если человек хочет преодолеть, то надо вот конечно знать к чему стремиться, узнать, какие отцы, что они говорили о страстях. И вот в наше время занятия спортом. В семье с маленькими детьми трудно читать молитвы. Даже мысленно. Они часто обрываются на полусловие. Можно ли так молиться? Или же лучше и не начинать ее, а подождать, когда дети вырастут? Вот еще один маменькин сынок. Молиться надо всегда. Началась атомная война, мы молимся. Стал пикировать вниз лайнер, на котором мы летим, мы молимся. терпит крушение корабль, на котором мы плывем. Мы молимся. Бьет ли нас кто-нибудь на улице? Мы молимся. Война? Мы молимся. Мир? Мы молимся. В госпиталь попал? Мы молимся. Сыты? Мы молимся. Голодны? Тоже молимся. Непрестанно молитесь, говорит Господь. А не ждите, пока война окончится без вас. Ну, вот, чтобы молитва была не рассеянной. ты что-то стал повторять глагол хочется. Надо делать не то, что хочется, а исключительно то, что Бог велит. То, что хочется, это вот у мамы, у бабушки хочу, хочу. Это нам не подходит. Бог говорит непрестанно молитесь. А человек говорит, я постоянно рассеиваюсь умом, мысли не сосредотачиваются. Надо ли такая молитва Богу? Не надо, но ты потихонечку практически будешь ее преобразовывать. Старайся. Твое старание, прилежание, оно обязательно сотворит чудо. Господь увидит. А какая молитва? Есть молитвы на разные случаи. Это не играет вообще никакой роли. То есть вообще никакой. Это просто дано людям, ну, так сказать, для некоторого удобства. Чтобы человек сориентировать, на что? Если вот говорят этому святому вот в этом ситуации, в этом, в этой, в этой. Ну, для того, чтобы как-то он не рассеивался, а его внимание привлекал сам текст. А на самом деле два слова. Господи, помилуй, больше ничего не требуется. Люди ищут. Да пусть ищут, что хотят. хотят благоволение Божие, благодати Божией. Благоволение Божие разнообразием текстов не находится. Ибо сказал Господь, не в многословии будете услышаны. И при этом наши молитвословы довольно толстенькие. Там собраны. Есть всякие такие последние полные молитвословы. И вообще все наше богослужение тоже молитвослов. И вот оказывается, что достаточно много разнообразия в молитве. Ну да, именно это как некое подспорье. Чтобы человеку найти для себя то, что на душу он не только в молитве получал утешение, но и в поэзии псалмов. развивался в догматах. Вот а кто их? Догматическая книга. Он читает человек и еще одновременно улучшает свой багаж богословский. Батя, когда человек сильно устал, насколько необходимо ему все-таки понудить себя на молитву или достаточно «Господи помилуй»? Ну, это пусть сам решает в глубине собственной совести. А сколько он устал и что он может? это такие вещи для тех людей, а где грань? Это прямо по совести. Где совесть, там и грань. То есть сам решай, надо. Сам решай. Но вот приходят постоянно с вопросом нарисовать эту грань. для них? Ну, это невозможно. Как сейчас уже все хотят, чтобы священник им определил меру поста. А кто ее должен определять? Устав, священник или сам человек? Ну, смотря в какой стадии он находится. Если он крестился 20 дней назад, то священник может ему помочь. А если он уже 20 лет ходит? 20 лет отправить его куда подальше, конечно. Но одни и те же люди с одним и тем же. Батюшка, благословите. Благословите. Бог тебя благословит. Все. И после этого а как? А что? Ну, есть такие, которые умом младенцы так и остаются до преклонного возраста. Вообще, когда человеку какое-то определение дается, он просто счастлив. Он в четких рамках находится. Что ему делать? Ну, вот в этом есть опасность. Человек начинает опираться на рамку. А нам нужно, чтобы у человека были ходячие ноги. не костыли и рамки, а ноги. Но почему у людей не хватает собственного ума решить для себя? Что ему полезно? Вот я говорю, тут десятки всяких нюансов. Мне кажется, чаще всего человек просто не ищет этого. Да и не ищет или и не думать неохота. Чтобы был ум, нужно же его развивать. Вот тоже вопрос, бачка. я, бывает, нарушаю правила дорожного движения, а потом нередко откупаюсь от сотрудников, давая взятку, чтобы не штрафовали. А вот несколько дней... Это не взятка, а штраф. Ну, штраф, он может быть немножко побольше. Не может побольше, хорошо. Но тогда ты должен благодарить, что находится человек, который с тебя берет поменьше. Но все равно ни один человек вот ему скажешь, сейчас вот поедешь, тебя штрафуют. Он не будет ехать неправильно. Он рискует. Но никто не хочет даже чуть поменьше штраф платить. А потом зарплата милиционера, так сказать, в чистом виде. За такую зарплату негр в Лос-Анджелесе даже метлу в руки не возьмет. Чтобы наклониться и ее поднять. а работа тяжелейшая. Это все прекрасно понимают. И при этом постоянно ругают. Ну, вот, ну как, нужна же борьба. Они вот эту ерунду называют коррупцией. У нас кто коррупционеры? Учителя, которые говорят, вот там на цветы что-то принести или на какую-то книжку. Это коррупция. Ну, что ж, раз есть такое понятие, то нужно его наполнить. А печное отопление севернее, чем Пушкина в Московской области, это не коррупция? Газа нет? Нету. Ну, видно, вы очень в глубинке большой живете. Ну, не такая же все-таки Московская область. Сергио-Посадский район. Ты знаешь, что такое Сергио-Посадский район? Знаю, конечно. Это духовный центр всей Руси. Ну, газ можно привезти? Конечно, можно. Пять метров трубы, пятьсот тысяч. Современный крестьянин, пенсионер, он может такую сумму заплатить? За пять метров железной трубы заплатить полмиллиона. Хотя весь его дом стоит миллион. Откуда такая сумма? Откуда, я не знаю. Я в ценообразовании не участвую. Ну, не интересовались? Ну, а у кого? У кого? Да, интересно порой мы чудеса и только... Да! Дети очень полюбили у Льюиса хроники Нарнии и почти не сомневаются в правоте всех его произведений. Подскажите, на ваш взгляд, остальные его книги полезны детям. А я, вы знаете, ну, как это читал, небольшие кусочки этой хроники, я совершенно не являюсь специалистом. Чтобы это как-то оценить, надо спрашивать у тех, ну, хотя бы прочел. но вот многие хвалят именно это произведение. Ну, я слышал, хвалят, рекомендуют. Почему Господь назвал Симона Петром, а братьев Зеведеевых сынами Громовыми? В чем смысл и почему другие апостолы не получили имена от Христа? Ну, ты ответишь, отец Александр. По качествам их души. Так. Потому что Господь прозрел в Петре такую веру, которая должна была потом укрепить и всех остальных. Он так и сказал ему. И, собственно, Петр в переводе это есть камень. И вот именно на камне веры, которую Петр должен был явить своим братьям-апостолам и всем остальным людям. А сыны Громова? За их такую, скажем, пылкость, может быть, и любовь ко Христу. А как Гром похож за пылкость это понятно. Как они говорили, Господи, хочешь, помолимся, и снизойдет огонь с небес и попалит, как некогда сделал Илья. И когда Господь их остановил, говорит, не знаете, какого вы духа. ревна. То есть, в них вот это ревность. То есть, можем сказать, что он несколько иронично их так назвал. Да, то есть, в них ревность, может быть, о своем учителе, о его деле, она так выражалась очень эмоционально и как гром, пожалуй, раз уж они так ревновали об этом. Ну что ж, согласен. Пойдем дальше. Скажите, можно ли становиться многодетной семьей в однокомнатной квартире? Посоветуйте, куда там можно детей складировать? Как в однокомнатной квартире разместить подрастающих детей разного пола? Не вредит ли такая обстановка их психике? Или все же лучше от детей предохраняться, имея такие условия? Совершенно дурацкий вопрос. У нас в стране очень много многодетных семей. Их 3,4% и ни одни не живут так, как описали. Поэтому ситуация такая фантастическая. мучает. Ну, на самом деле есть, конечно, семьи, которые очень тесно живут. Ну, проходит какое-то время и что-то образуется. Ну, это я могу свидетельствовать по своей семье. Так оно и было. Абсолютно. Добрый вечер. Слушаем вас. Добрый вечер. У меня такой вопрос сегодня меня мучает. Вот душа уникальна у человека, но и тело. Я узнала тут, что с точки зрения православного тоже уникально. То есть, как это получается? То есть, если бы мои родители вышли замуж и женились на других и не встретились бы, что? Вот меня бы не было? Не было. А как-то Бог меня что, не задумал? Нет, он задумал и для того, чтобы вы появились на свет, он подобрал для вас папу с мамой. Направил друг к другу, познакомил. То есть, если бы эта свадьба не состоялась, и папа женился на другой, был бы другой человек. Да, был бы мальчик с другим цветом волос и глаз, и ужасный был бы разбойник. А тут такая миленькая и рассудительная девочка. Очень такая приятная. Да, я с этим тоже сталкивался. Люди размышляют на тему «Вот не было меня, и вдруг я есть? Вот как же так?» Так, чудо божие! А если бы что-то не так, пошло бы? Конечно. А если бы потолок обвалился в роддоме? Вообще, конечно, у людей есть вот это чувство своей и уникальности, и бесконечности. Так достаточно на себя посмотреть. Я помню, когда мне было лет пять, я прям смотрел на руки и так вот, если хочу, сейчас подниму, хочу опустить. Потому что я, так я это вот, а где я? Я там внутри. Сейчас уже такие вот мысли не посещают, а в пять лет очень. Я смотрел на себя и смотрел из себя. Только я, но я понимал, что есть вот душа, и она зрячая. Она через глаза смотрит на мир. Реакция человека на то, что он видит, это же реакция души. Ну, конечно. А чего еще? Глазного яблока, что ли? Это только самая кромка только. Оболочка такая телесная. Ну, да. Мой средний ребенок двух лет не дает спать по ночам диким ором. Правильно ли строго пресекать такое поведение? Не возникнет ли его сердце после этого жестокого? Так нет, надо выяснить, в чем дело. Может быть, животик болит, колики, может быть, там еще что-то происходит. для этого. существует такая прекрасная вещь, как медицина. Ее раздел специальный педиатрия. Где уже много что-то. А он хочет лупцевать сразу. Раз ребенок плачет, ну, значит, у него что-то нехорошо. И надо достаточно на руки взять, согреть его. Может, его страхи какие-то мучают. Вот так и говорят. Интересно, он хитрый, говорит, на руки берешь, не орет, сажаешь, орет. И потом видит некое лукавство этого маленького человечка и пытается его воспитывать. Разрешается в этом возрасте двухлетнему лукавить. Если папаша такой дуб, что не понимает, что требуется ребенка, а ребенка очень важно сидеть некоторое время на руках, ощущать. дактильные ощущения вот и рук, и груди отца, и матери. Потом вот сколько расширяется, там может и бабушка подключаться. То есть тут надо понимать вообще особенности. Да любить надо. Строгости. Так хочется к этому папаша строгость приметь. Ну если поможет, можно. Еще как поможет, как миленький будет. Дяденька, прости. Можно ли заказать сорока уст о людях крещенных, но не посещающих храм и не участвующих в таинствах? Есть ли для них этого польза? Ну надо посмотреть. Подать подряд шестьсот сорока устов. И посмотреть, здесь польза произошла. Меняется ли что-нибудь? Да. Батюшка, ну вот такого просто формального что ли исполнения некого правила. Оно как-то... Никакая формальность ничего такого существенного не даёт. Ну хотя вот я читал о том, что если усердно молиться много, то появляется и качество молитвы. Если усердно. Конечно. Только усердно и много. Это буквальное исполнение слов Христа о молитве. Когда человек исполняет волю Божию, то всё бывает. Даже у него притча есть про судью, как женщина вдавания отступно его просила. Это всё о молитве. Ну у неё усердие было такое. И не обижалась. Ну это дополнительное. Это всё ускоритель такой. Да, если мы научимся не обижаться, ой, сколько у нас в жизни проблемы исчезнет. Вот давай на этой замечательной ноте о том, чтобы не обижаться. И тем более у нас прощённое воскресенье накануне. Мы завершим нашу передачу. Спасибо.